Добро пожаловать в Румынию. Если можно, как вас зовут и откуда вы? Меня зовут Стелла. Я с Украины. С Одесской области. Я хочу сказать, как я поехала в Германию со своей семьей. Во время войны? Во время войны. Когда началась война, это было 4 месяца назад. Летом, значит? Да. Я поехала туда с дочкой. У дочки трое детей. И она с мужем. Она была беременная, с четвертым. Мы поехали туда. Нас кидали с лагеря в лагерь. А знаете город примерно или регион? Нет, не помню, нет. И нас кидали туда-сюда, как собак. Дочка, мы побыли там две недели, дочка попала в роддом. Она была беременна, да? Да, с четвертым. Мы выехали с Украины, в Германию. Попала с четвертым в роддом. Она родила там, в Германии. Ее подержали сутку, сутки. Ее привезли и выкинули в это. Мы жили, нам дали в палатках, в шалаши. Понятно. Там жило пять тысяч человек вместе с детьми. Ого, лагерь для беженцев. Нас кинули туда. Привезли дочку с роддома, кинули туда, как собаку, вместе с ребенком. Дали только десять памперсов. На следующий день после родов. Десять памперсов только дали младенцу и все. Никаких помощь, никаких вообще ничего. И мы там прожили в этом лагере. И бывали и другие, которые родили. Да, да, да. Тоже беженцы с Украины. Да, с Украины. Но не все ромы. Нет, большинство были украинцы, не цыгане. А, значит, со всеми так. Со всеми так. Только не... Мы там побыли. Дали документы с роддома только, кто... Там написано в этих бумагах, кто родил и когда родилась. Все. С этими бумагами мы там были вынуждены терпеть после родов. Еще два месяца мы там были. По лакте с ребенком, новорожденным. Мы не могли выехать с ребенком, вывезти ребенка с Германии. Они не обращали на нас внимания. Мы хотели, требовали, ходили, добивались. Везде. В украинское посольство они хотели нас слушать. Говорили, чтобы записаться на записи и ждать два месяца. Я не захотела так, как дети мучились. В этой палатке дождь шел. Мы отодвигали кровати, чтобы не мочились матрасы. Крысы. Давали детям кушать, не только моим, а всем, кто там находился. А от города еще где-то километров 50-60. Ого-го. Он не пришел, он не осмотрел ребенка, не только моего, моей семьи, но всех, кто там жили. И я вынужденная была. Они нас обманывали каждый божий день, что будет свидетельство рождения ребенка. Я увидела, что это все обман. Пошла к старшему этому немцу, начальнику, и сказала, я могу выехать с этими документами, что дочки дали с роддома. Они сказали, да. Показываешь на границе, что вы с Украины и хотите ехать назад, и вас выпустят. И вы приехали в Румынию? Мы приехали из Германии сразу сюда. Мы побыли здесь, слава Богу, спасибо всем, здесь в Румынии. Дай Бог им здоровья. Мы здесь попали как в рай после Германии. Вот так? Нам здесь помогали. Мы побыли здесь месяц. Из палаток в спортзал. Да. Нам оказалось так, что мы попали в дворец. Да? Да. Лучше в спортзале, чем в палатках. Я когда приехала сюда своей семьей из Германии, я плакала от радости, что мои дети тепло, хорошо кормят, обеспечивают со всеми. Здесь мы когда приехали, начали врачи приходить к ребенку, обсмотреть, нам помогали, дали коляску новую, одежду, лекарства, памперсы, все-все-все. Спасибо. Я очень рада. Но с документами так и не решили? Документами мы выехали отсюда, на Украину, поехали туда к себе. Я пошла в ЗАГС с этими документами. В Одессу, в городе? Да, там, где мы живем. И они нам сказали в ЗАГСе, что это не документ. Как вы провели ребенка? Говорю, я же не летела. Я же, как обычные все нормальные люди, проехала таможню. Нет, привезите нам документ. И вот я уже пятый месяц ребенку, и я никак не могу добиться. Знаете почему? Еще нет у него официальных документов. Ни украинских, ни немецких, ни румынских. Я вам скажу почему. Потому что у меня семья бедная. И сейчас я вам скажу честно, как оно есть. Помажете, поедете. А у нас нет такой возможности. Помазать, это не официальные оплаты, коррупции. Да, 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 да. Вот такие дела. И хочу вам еще рассказать за... У меня там в деревне, моя соседка, пожилая женщина. У нее один сын был. У этого сына было четверо детей. Его забрали, он был обязан поехать на войну. Месяц назад. А жена его где? Он разошелся, он вырос детей со своей мамой. Хорошо. И он поехал туда, побыл на войну месяц. Мне сегодня позвонили и сказали, что его вчера там убили. А они знали, что он единственный отец? Знали, но он был обязан, военный обязан. Потому что он служил где-то. Там, если у него четверо-пятые детей. А у нас на Украине такого нет. Не думай. Нет, вы слушайте меня. Вот у нас на Украине что делается? Если есть пятеро-десяеро детей, наше вот это руководство не обращает внимание. Но ведь разрешает выйти даже из Украины с тремя детьми. Вот у моей дочки. Давайте я закончу с этого парня, потом я вам скажу. И они его вчера убили, мне позвонили из дому. Они соседи мои. Осталась его мать. Нет. Не Рома? Нет. Осталась его мать четверо-мя, дитя. И сейчас, не знаю, один бог знает, что будет. Но говорят, что наши цыгане не идут на службу. Идут. Даже и женщины наши. На войне сейчас находятся. И парни наши, и цыгане наши все. То, что они говорят, что цыгане текают от войны, это неправда. То, что говорят, это одно... Ее муж кормилец. Это государство знает, но они не в браке. И вот дочка хотела записать, дать отцовство, чтобы он мог приехать с детьми, выехать. Они сказали, наш президент дал указ, не выезжать никому, только через войкомат. Есть дети, нема детей. Если он соображает, не больной, не хромой, не злепой, то он должен оставить семью и ехать на войну. Вот как этого парня забрали? Четверо детей, они сейчас остались с бабушкой. Нету никакого дисциплины на Украине. На войне, как на войне, нужно защищать родину. Я понимаю, я все понимаю. Но государство наше, я понимаю, что война, но наше государство должна думать о семье. Согласен. О семье, не то, что, например, только за мою семью. Я не говорю только за мою семью, но разные семьи бывают. И какие у вас планы остаются из Румынии? Я хочу сейчас уехать опять назад. Мы хотели, наняли адвоката. Но адвокат вы знаете сами, что... Чтобы решить проблему с документами на ребенка. Да, да. Я хочу, чтобы поехать на Украину. Не знаю, как это я решу, только димбок знает, как я, я не знаю. Потому что сейчас адвокат, нужны большие деньги. Я говорю так, как оно есть. Большинство эти частные адвокаты. И я не знаю, как сделать, чтобы... Хочу решить с ребенком. У меня семья 20 человек. Вместе с внуками. Моя семья. Я хочу приехать вот сюда, назад, где я была. Здесь нам было хорошо. Мы два месяца с детьми. Моя дочка тоже приезжала. У одной пятеро детей. У второй трое деток. Мы здесь жили, как в районе. Спасибо. Всем Румыну. Тоже в спортзале, но вы довольны, да? Вот здесь, да. Очень довольны. А в посольство не обращались по поводу документов? Нам давали здесь квартиру. Комнаты давали. Комнату в общежитии, да? Мы не захотели. Почему? Мы не захотели, почему? Потому что, слава Богу, здесь нам очень хорошо и уютно. Сравнить, где мы попали в Германию, я врагу не желаю. Понятно. И чтобы меня сейчас платили тысяча евро в месяц, вот перед Богом, никогда в жизнь. На таких кроватях, да? Спасибо, спасибо этому народу румынскому, что помогли и помогают, и сочувствуют украинцам. Спасибо за интервью и за разговор. И вам спасибо, и вам спасибо. Дай Бог вам счастья, здоровечка, что вы сочувствуете. И есть такой народ в Румынии, что он вообще есть. Спасибо Богу еще раз. Братский народ. Что помогают, помогают. Сейчас родные не помогут так, как в Румынии помогают. Я говорю честно перед Богом. Рады помочь. Все. Спасибо вам большое. Спасибо за доверие. Редактор субтитров А.Семкин